Здравствуйте! Я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинке с нуля. Сегодня мы с вами свяжем носки снегурочки. Любое вязание мы начинаем со снятия мерок и составления схемы вязания. Вот схема ноги, на которую мы с вами будем вязать носочек. Измеряем размер нашего носка, сколько нам надо сантиметров. Измерять можно в двух местах. Можно измерять по ширине ноги и в районе щиколотки. Берете средний размер и вяжете. Это в том случае, если нога широкая. Если нога не широкая, можно измерять от пятки до сгиба стопы и щиколотку. Складываете вместе и делите пополам. У вас получается размер вашей ноги. У меня это 26 см. Дальше. Мы с вами будем провязывать большой воротничок. Это как бы воротничок меховой на нашу шубку. 4-5 см мы вяжем. 5 см мы вяжем пальтишко, тело нашей снегурочки. И дальше до пятки 7-8 см мы вяжем длинное пальто расклешенное. Вот таким вот образом, ну где-то пару сантиметров у нас должно до основания ноги оставаться, чтобы вот это пальто все-таки не волочилось по полу. Это размер нашего пальто, скажем так. Длина стопы берется 22 см. Это моя длина, вы берете свою. И в итоге у нас получается, что мы с вами вяжем полотно. И центр пятку делаем не сбоку, как это традиционно происходит, а посерединке. То есть мы с вами вяжем здесь вот наше полотно, навешиваем на него в процессе вязания готовое пальтишко. Это все по очереди будем делать. Пяточку мы с вами выполняем посередине носочка. Дальше вывязываем, собственно, сам носок, который оформляем резиночкой. И традиционно заканчиваем носок такой же точно пяточкой, который у нас будет носок-носка выполнять. То есть носок и пятка вяжутся абсолютно одинаково. Только здесь она прямо стоит, а здесь закрывается. И получается вот такая конструкция. Ну, плюс к этому по верхней части у нас идет где-то 20 рядов наш меховый воротничок. Но это все в процессе вязания. У меня получается 80 петель огромный воротник, который я потом должна буду собрать на меньшее количество петель вот по ширине носка. Носок 26 сантиметров. Делаем расчет петельной пробы, соответственно. И сейчас в процессе вязания будем с вами разбираться именно с конкретикой. То есть начинаем мы вязание с того, что выполняем снегурочку, выполняем саму пальто, которое мы будем навешивать на уже основу, на, собственно, носок. Все по порядку. Начинаем с пальтишки. Присоединяем в процессе вязания к основе. И получаем такую вот интересную конструкцию. Для начала определяемся с пальтишком. Пальтишка у нас вяжется узором. Узор я подобрала. Вы можете брать любой другой. Мне нравится вот этот узор. Я немножко по-другому оформлю нижнюю часть. Но и размер, высота 30 рядов и край мне устраивает. То есть вот этот размер пальто меня устроит вполне. Значит, я должна взять, при условии, что у меня ширина ноги 26, беру в два раза больше. Петельная проба 2,5 петли в 1 сантиметре. Умножаю на 26. 26 сантиметров размер ноги. Получаю... Так, умножаю на 2, потому что мне надо в два раза больше пальто, широкое. И получаю 2,5 умножить на 26 и умножить на 2. 130 петель. То есть я набираю... 130 петель. 130 петель мы с вами будем корректировать под узор. То есть моя задача в узор войти хорошо. Но 130 петель это ориентир. Провязываю 30 рядов и подгибчик. То есть вот, вот это вот, как связала, образец у меня 30 рядов и подгиб. Все, вот он меня устраивает. После этого срезаю набросовую нитку. И в два раза меньше собираю полотно. Полотно. Причем вот такие вот узоры, они хитрые. Их надо собирать не как придется, а так, чтобы узор сохранить. Вот это вот надо учитывать при вязании сложных каких-то рисунков. Собираем и провязываем 5 сантиметров. 5 сантиметров. Если здесь у меня 30 рядов, это 6 сантиметров. То 5... Так, 30 делим на 6. И умножаем на 5. 25 рядов. Учитывая, что у меня по 4 ряда каждые. 24 ряда. Потому что 4 ряда у меня рапорт. Все. 24 ряда провязываю и снимаю набросовую нитку. После того, как мы все это провязали, убрали юбку, будем вязать основной носочек. Юбочка у нас подождет, пока мы провяжем верхнюю часть. Поэтому сейчас беру машинку и вяжем с вами пальтишко для нашей снегурочки. По поводу размера. Вот еще хочу вам уточнить. Лучше взять нитровую ленту и посмотреть, что такое 52 сантиметра. Вот я по размеру вроде как хорошо, но 52 для носка все-таки много. Вот много-много. Поэтому все по своим меркам. Сколько вам приятно было бы видеть юбку вокруг ноги. Вокруг ноги посмотрели. 52 очень много для моей ноги. Поэтому беру поменьше, сколько мне интересно. Выяснилось, что для моей ноги лучше 40. То есть по меркам, конечно, в два раза лучше. Но по факту делаем так, как вам удобно. В конце концов, юбка может быть даже совершенно прямая. То есть она может быть немножко просто больше, чем основной носок. Все на ваше усмотрение. То есть либо вы берете в два раза больше, либо вы измеряете, сколько вам надо, либо вы берете вообще прямую. В данном случае не настаиваю. Я вам говорю, как желательно делать в два раза больше. Но делайте тот вариант, то количество петель, которые вам больше нравятся. Если 40, 40 умножить на 2,5, 100 петель. Значит, я набираю 100 петель. Вот они. И сейчас буду их корректировать, потому что задача не просто провязать 100 петель, а задача уложиться в раппорт. Поэтому я начинаю на 100 петель взяла вот они и начинаю на них выдвигать иголки в раппорт, в рисунок. Рисунок у меня представляет из себя 3 петли в работе. 1, 2, 3 работают, 1 в заднем положении, 1 в рабочем, 1 в заднем, 3 работают, 1 в рабочем, 1 в заднем. И вот таким образом у меня получается мой узор. 3, 1. Самое главное не перепутать. 3, 1, 3, 1, 3, 1. Это я сейчас делаю для того, чтобы определиться с количеством петель точным. Потому что в данном случае гораздо важнее уложиться в рисунок, чем в количество петель попасть. Ну вот у меня остается в конце 4, я убираю одну лишнюю, получается 3. Лучше остаться так, в таком виде, потому что юбку мы будем пришивать к носку. И желательно, чтобы она с обеих сторон была симметрична. Хочу уточнить, что вот этот разбор игла, который мы сейчас с вами сделали, он для нижнего края. Для вот этого красивого нашего краешка. Потому что сам узор вплетется в этот край. Мы просто уберем по одной игле. И у нас получится все иголки через одну. Это как раз тот вариант для вязания нашего полотна. Но для того, чтобы связать красивый краешек, нам обязательно нужен вот такой разбор игла. Сделали. И теперь начинаем вязание. Если у вас машина с нитеводом, начинайте как вам удобно. С нитеводом, с бросовой нитки, с катушечной нитки, как вы привыкли. У меня машинка не требует бросовой нитки, поэтому я начинаю просто обвивом. Я обвиваю иглы. Вот как они есть. Те, которые мы поставили в заднее положение, в заднее положение остаются. Те, которые у меня будут работать, я просто обвиваю рабочей нитью. Рабочая нитка у меня голубая. Голубой нитью провязываю два ряда на всех иголках. Два ряда. И беру отделку. Отделочная нитка, беленькая. Выдвигаю в переднее положение все иглы одиночные. Нет, 3-1-3-1. Вот все иглы, которые по одной штучке. Выдвигаю в переднее положение. Если у вас машина с нитеводом, включайте рычаги частичного вязания, чтобы эти иглы в работу не вставали. И вяжите столько рядов, сколько выдержит ваша машинка. В данном случае, чем больше, тем лучше. Вот сколько машинка может провязать, столько провязывайте. 1-2-3-4-5. Моя машина может провязать до 12 рядов. 12, конечно, это уже совсем, со всеми будет тяжело. 6 рядов она провязывает легко. Если вы хотите побольше, но ваша машина сбрасывает, не держит иглы, все бросает, провяжите вручную. Просто каждую петельку провяжите руками. У вас будет очень большой, такой насыщенный краешек. Чем больше вы провяжете рядов, тем активнее будет волна по краю. Чем меньше рядов, тем более прямой. То есть ее будет, в принципе, практически не видно. Но, если вяжет, чем больше, тем лучше. Вот 8 и достаточно. Теперь аккуратненько ставьте в рабочее положение иголки. Если совсем все плохо, потому что у меня держит полотно машина платинками. Если у вас ничего не держит, опять же, этот ряд можно провязать руками. Просто прокладывайте нить на иголки и ручками аккуратненько провязывайте. Кстати, вот такой ручной провязок, один из секретов провязывания тяжелых рядов. Соединение полотен, либо вот такие сложные провязки. Поэтому, если машина не может, мы ее заставлять не будем. Белую отрезаем, она мне больше пока не нужна. И провязываю два ряда. Вот два ряда мы начинали синенькой, голубенькой. Два ряда провязываю сейчас. Осторожно, вот этот ряд надо провязывать аккуратно, чтобы ничего не сбросилось. У меня машинка воспитанная, она такие сложные узоры легко вяжет. Так, провязали. Все, теперь вот этот рядочек, первый наборный. Если у вас открытые петли, значит открытые петли. Если у вас обвив, как у меня, значит обвив. Берете и надеваете на иголки. То есть мы делаем подгиб. Самое главное, не задействуйте те иглы, которые у нас стоят в заднем положении. Пусть они там и остаются. Наша задача оформить подгиб. Лишнее не надо, но и пропускать не стоит. Особенно, если у вас открытые петли. Если обвивы, и вы пропустили где-то обвив, это не страшно. Если у вас открытые петли, и вы пропустили, у вас вязание распустится. Оформляйте подгиб, и я уже вижу, вот они наши изгибы, изгибы этого подгибчика. И после того, как вы провяжете, то есть оформите подгиб, можем провязать пару рядочков на всех иглах, чтобы сгладить полотно. Так, полностью надеваете подгиб, провязываете два ряда тоже голубой ниточкой. Провязали, оформленный подгиб. Теперь готовим под узор наш полотно. Для этого каждую среднюю иголочку из трех убираю на соседнюю. У меня должно получиться четкое вязание через иглу. Одна игла в переднем, одна в заднем, в переднем, в заднем. Для этого просто из каждой третьей, третьей из блока по три иглы я убираю среднюю. Все. Очень быстро, очень просто. Узор сам очень простой. Так, и... Это мой узор машинного вязания, образец узора номер 6. Вы можете посмотреть его на нашем сайте Избавя вязания или на моем канале в YouTube. Шестой узор. Вот так его можно применять. Любой узор, в принципе, можно взять и применить. Мне он понравился, как очень ажурный, легкий и нежный. Берете и вяжете из него пальто для снегурочки. Так, все. Эти иглы работают. Я их ставлю в рабочее положение. Рычаги частичного вязания включены. То есть мы сейчас будем по очереди ставить иглы вперед и в работу. То, что у нас стоит в заднем положении, в заднем так и будет оставаться на протяжении всего вязания. Мы их трогать не будем. Единственное, что мы, может быть... Нет, даже когда мы будем рисунок стягивать, все равно те иглы останутся сзади. И теперь через иглу, считаем, что это у нас полное полотно, через иглу ставлю в переднее положение. Для этого у меня, у моей машинки есть линейка разборная, один к трем. И ставлю через одну иглу в переднее положение. Вот оно. Провязываю голубой ниткой, вот этой же голубой рабочей нитью, 4 ряда. Опять же, если у вас машинка не вяжет, но не вяжите 4, вяжите 2. Потому что не все машины любят накиды, не все машины любят такие ажурные узоры. Не может машинка не заставлять. И здесь руками уже достаточно много провязывать, поэтому не может вяжите 2 ряда. Моя машина может все, поэтому я 4 ряда провязала, ставлю в рабочее положение. Вы можете включить рычаги, а можете тоже руками подвинуть иголки. Потому что рычаги включать, выключать, 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 вы можете когда-нибудь забыть, и оно вас просто лишнее провяжет. Беру отделку. Отделочная у меня. Можно белым, но я попробовала вязать белым. Сейчас вам покажу, где-то был у меня образец. Вот он белым получается очень блекленько. Как бы так совсем, не каковски. Поэтому вяжем синим. Отделка синяя. На всех иголках 2 ряда. На всех, на всех. Теперь беру и ставлю в переднее положение иглы, которые у меня провязывали в прошлый раз. Вот эти две стояли впереди. Вот это работало. Мы ее вот так вот. То есть в шахматном порядке. Поставили в следующую партию. И ниточки здесь связываю сбоку. И этой же голубой ниткой. Это считается рабочей нитью 4 ряда. Проверяйте язычки, если это надо. Опять ставим в рабочее положение. Провязываем еще раз. Узор номер 6. Если вам непонятно, как я провязываю, обратитесь на нашем сайте. Посмотрите повнимательнее. Там специально и разбор игл, и провязывание этих узоров. Может быть найдете для себя еще какой-нибудь узор более подходящий. Так, провязывайте нужную длину. Еще раз я провяжу 30 рядов. Полотно. Вот оно. Таким красивым краешком. Со снежинками. Теперь моя задача собрать вот эти 100 петель, или 130, смотря сколько вы вязали, на 26 сантиметров. 26 сантиметров это 65 петель. 65 это делим пополам относительно нулика. Но мне нравится относительно нуля, чтобы четко распределять полотно. 32 и 32. 32. И 32. Вот наше полотно. А через одну иглу так и остается. И теперь я беру, и вот это мое все вязание должно сложить на иголки. У меня сложный узор. Поэтому смотрите, как я буду собирать. Задача. Как можно больше собрать по краям. Потому что края пойдут на середину и будут горизонтально ставить. Прямо скажем так. Серединка может идти и более свободно. Поэтому начинаю сборку краешку. Задача убрать часть петель. Первую навешиваем, как есть. Вторая. Она у нас, видите, здесь провязаны ряды. Она сейчас будет стоять в переднем положении, не работать. Это у меня игла с накидами. То есть она и так стояла в переднем положении, не работала. Но моя задача убрать целый блок. Поэтому вот здесь вот, видите, длинные накиды. На соседних иголках здесь была провязка. Я оставляю одну иглу. Здесь у меня три петли следующих. Я их должна убрать в одну. В одну точечку. Беру среднюю. И на нее навешиваю две петли с блоков, на которых были накиды. Это идет сама по себе. Дальше. Убираю блоки с накидами. То есть смотрите, я делаю опять же через раз. Потому что вот эти вот по три петли на одной игле у меня будут работать и провяжут. Здесь у меня одна петля. Она будет стоять в переднем положении и собирать накиды. Не надо собирать на каждую иглу много петель. Иначе вы не сможете накиды сделать. И с этой стороны. Раз, два, три. Вот так вот. Но еще разик делаю и иду на другую сторону. Потому что моя задача с краю сделать сборки. А по серединке я сборку могу не делать, потому что у меня количество петель не в два раза больше. Лучше сборка будет по переду, чем по спине. То есть по переду мне нужно больше, больше собрать, чем по задней части носочка. Сначала среднюю, потом на нее края. Это убавка узора. Каждый раз, когда вы делаете какие-то сложные убавки узора, отрабатывайте его на образцах. Потому что узоры разные. И сделать надо так, чтобы это органично как-то вплеталось в полотно. Потому что если вы просто убавите, у вас будет просто сбой рисунка. Просто собьется, будет некрасиво. Как бы два отдельных полотна. Это нехорошо. Наша задача сделать так, чтобы так все это логично, одно в другое перетекало. Поэтому подбирайте тот вариант стяжки полотна, который подходит конкретно данному узору. Перехожу на вторую часть. И делаю то же самое. Крайняя петля, как была, так и идет. Здесь были накиды. Могу их и оставить. Потому что у меня накиды в шахматном порядке получились. Это пойдет работать. Это пойдет отдыхать. Не снимайте вспомогательные нитки, пока не убедитесь в правильности. Так, ну вот мы сделали стяжечки. Обратите внимание, что у меня полотно уже поднатягивается. Поэтому здесь делаю еще одну. И, наверное, этого достаточно. Пальтишки больше и не нужно. Опять же, посмотрите, насколько вам хватает вашего вязания. Вязание. Может быть и надо делать 130 петель. А может и не надо. Все определяется образцами и предварительными провязками. Ничего не делайте на глазок. Провяжите, посмотрите. Так, ну видите, вязание уже поднатянулось. Поэтому я его сейчас просто и один на один вот так вот и надеваю. Вполне возможно, что этого и достаточно. Даже рассчитывать ничего не хочу, потому что... Так, посмотрю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Все. Точно укладывается. Почему не хочу рассчитывать? Потому что излишние расчеты много времени занимают. Гораздо проще это посмотреть прямо по факту. Вот. Прямо на машинке. И повторяю этот же рисунок. Следующие 24 ряда. Пока бросовую нитку могу не снимать, потому что... Так, здесь захватила бросовую, она уже привяжется, мне вязание не нужно. Потому что она не мешает. А если мне что-то не понравится, я всегда могу это распустить и полотно, и переделать. Если я сниму бросовую, у меня тогда все свалится. Итак, есть полотно, есть петли, которые будут стоять в заднем положении, есть петли, которые будут работать. Выбираю последовательность, которая в данном случае требуется. То есть следующий ряд. В серединке у меня вот это вот стояло в переднем. Вот это вот теперь будет стоять в переднем. Ставлю иглы и проверяю, что там, где у меня по 3 петли на игле, та игла должна работать. Та игла должна провязку сделать, та, которая по одной петле, должна стоять в переднем положении. Все верно, со всех сторон все правильно сделано. И провязываю 4 ряда. Теперь я вяжу уже верхушку. Мне нужно провязать 24 ряда на продолжение узора. В рабочее положение и 2 ряда синим. На всех петлях, на всех иглах. Отлично. Узор нигде не сбит. Все четко. И продолжаем в том же духе. Так, 4, 5, 6, еще 18 рядов. Вот это у меня стояло в переднем. Теперь соседняя петля. Продвигаю, провязываю 4 ряда. Голубой. Так, 5, 6, 7, 8, 9, 10. На всех петлях. Цепетель вяжу. Синенькими. Ниточками, синей ниткой. 14, 15, 16. И так до 24. Получилось. Для того, чтобы посмотреть, что именно получилось, снимаю все-таки вспомогательную нитку, потому что там нет упущенных петель. Убираю катушку. Убираю. Отбросываю. И смотрю. При стяжке полотна. Сзади у меня рисунок не сбивался. Спереди вот так выглядит эта стяжечка. То есть мы вроде как и рисунок не нарушили, но по целому блоку убрали. То есть он как шел, так и идет, но стягивается на... Здесь вот видно, что идет стяжечка, но рисунок не нарушается в итоге. То есть смотрите, выбирайте тот вариант, который вам подойдет. Стяжка полотна такая значительная. Я примерила на ногу, меня все устраивает. Вот здесь вот все узко, вот здесь вот юбка широкая. Чтобы она не была слишком широкой, смотрите, какого размера вы хотите ее видеть. Вот так вот здесь вот практически по ноге, но чуть великовато, но поскольку это полотно подтягивается, вот так вот оно и будет у меня сидеть. Юбка готова. Теперь моя задача провязать основное полотно, которому мы эту юбку, как это пальтишко будем надевать. Измеряю 5 сантиметров, ну как хотела. Значит, сейчас я должна провязать то, что мы с вами уже рисовали. Длинный воротничок. Ножной резинкой, обычной резинкой, как хотите. Собрать его, провязать. Вот эти 5 сантиметров, вот они. Ну, примерно, чтобы они вот были 5 сантиметров. Который у нас идет юбка. И плюс, ну, давайте не 5 сантиметров, а прям все вот так вот. У меня получается 13. 13 сантиметров. 13. 13 сантиметров, в том числе, 2 сантиметра пятка. То есть, 13 минус 2 11 сантиметров. Провязав 11 сантиметров, я начинаю вывязывать пятку. Пятка занимает примерно 5 сантиметров. Ну, может, чуть поменьше. Итого, 11 сантиметров это ряды. У меня в одном ряду, вот у меня масса петельных проб, кулирка, 3,53 ряда. 11 умножить на 3,53, 38, 40 рядов. Значит, 40 рядов кулирки я должна провязать. И дальше уже пойдет вывязываться пяточка на середине полотна. Когда мы с вами будем вывязывать пятку, займемся заодно расчетами нашего основного полотна. Следа, ну, могу прямо сейчас сказать, 22 сантиметра у меня длина стопы. 22 умножить на 3,53, 77. Ну, 77, 7,6, 78 рядов. Это стопа. В том числе пятка, в том числе носок. Ну, к этому, до этого мы с вами еще дойдем. Сейчас моя задача вот эта вот верхняя часть. Верхняя часть. Сначала широкий ворот нашего пальто. Мех. Потом подкладка, которая, собственно, будет держать нашу ногу. И потом уже следочек. Количество петель. Если у вас есть петельная проба какая-то, вот вы смотрите, носок должен идти в натяжку. То есть, если он будет идти вот просто, он будет болтаться. Он не будет держать форму, он не будет держаться на ноге. Он должен немножко растягиваться. Поэтому, когда делаете петельную пробу носка, либо ее растягиваете, либо, зная, что у меня 2,1 петля на петельной пробе, 2,1 умножить на 26, 54 петли. Это мой носок. Было бы, но я его уменьшу на... Сейчас. Тогда же посмотрю, на сколько сантиметров. Вот если у меня... Вот так вот. Вот. До сюда прямая петельная проба. Вот ставлю линейку, на сколько я хочу уменьшить. Ну, вот так вот растяну. Нужно минус 3 сантиметра, наверное. Ну, 2. 2 сантиметра. Минус 2 умножить на 2,1. 4. 50 петель. Плюс к этому у меня еще будет косичка, которая тоже растягивается полотном. Растягивает. Давайте 45. Делаем 45 петель. Это мой носок. Мне его должно хватить. Еще раз перепроверьте, что у вас 45 петель, будет идти весь носок. Хватит вам этого или нет? Носок должен быть плотненьким. Если он будет рыхлым и болтающимся, он не будет держаться на ноге. Плюс к этому у меня будут идти дорожки, которые я подниму, потому что без резинки не будет такой стяжки. То есть, идеал, конечно, на 2 фонтурах провязать резинкой. Но если 2 фонтур нет, вяжем на 1 и поднимаем руками. Ничего страшного, и времени это много не займет. Знаю, что у меня 45 петель. Основное полотно. Значит, ворот беру в 2 раза больше. 90 петель. Ворот должен быть огромным. Огромным, красивым, пышным. Поэтому совершенно спокойно. Беру 90 петель. И что мы там считали на воротник? 20 рядов. 20 рядов. 3, 53. Нужно 5. 17. Ну да, 20 рядов. Специальная проба, она же отличается. 20 рядов. Итак, берем машинку. Начинаем ряд. Начинаем туго. Потому что вот этот краешек у меня должен быть тугим. Я сейчас буду делать хитро. Для того, чтобы вот эта вот часть была очень тугой. Мне нужна очень рыхлая середина. Чтобы вот ворот вот так стоял и загибался внутрь. Поэтому край должен быть тугой один. Край должен быть тугой второй. Этот тугой будет сам по себе. Потому что мы его соберем для вязания дальнейшего носка. Вот этот тугой мы сейчас делаем с вами принудительный. Так, берем машинку. 90 петель достаем. Сейчас будем вязать резиночку. 90 петель. 45, 45. Через одну. И через одну делаем набор. Меховой воротничок у нас белый. Поэтому беру белую нитку и сделаю набор. Если у вас машина с нитеводом, вы можете делать то же самое. Сначала делаете с помогательной ниткой оттяжку. Навешиваете грузики. Потом делаете обвив. Через одну. Вот так же через одну. И провязываете несколько рядочков. Учитывая, что рабочая плотность. У меня семерка. Первые ряды я буду провязывать очень туго. Мало того, что набираю через одну. Иглы стоят в заднем положении через одну. И таким образом я провяжу рядов 5-6. Для того, чтобы была тугая стяжка. Еще и плотность потуже. Не семерка, а, например, будет у меня пятая. Можно даже с четверки начинать. Так, сравниваем. Ну, 4,5. Через одну провяжу на любой плотности. 4,5. 5,4,6. Пятый ряд. Пятый ряд. Все вышли на восьмую плотность. 6 рядов. 7,8. И сейчас ставлю в рабочее положение все иглы полотна. И провязываю так. У меня 8, мне нужно 20. Еще 12 рядов. 12 до 20. Ну, и теперь немножко такой рутинной работы по подъему петель. Вот. Плотно. Дорожка. Петель. Вот на этой игле у меня была дорожка. Ставлю в переднее положение соседнее, чтобы не распустить. И распускаю. Видите, здесь рыхленько, здесь очень туго. Мне нужен тугой край. За счет того, что у меня иглы стояли в заднем положении, тугие петельки получатся. И начинаю делать набор. Как удобно. На самом деле здесь вообще без разницы. Вот просто завязала петлю и поехали набирать. Видите, получается очень туго. Здесь, кстати, можно было и не седьмую, а еще пожиже поставить. Порыхлее. Видите, пошла рыхлость какая. Еще раз. Можно вообще сделать ложной резинкой все. И даже не заниматься вот. Такой стяжкой вот. Все равно загибается кода. Нам надо на ту сторону. Все отлично. Заправили. Так, это у меня работало. Вот эта вот игла. Соседняя. Две крайние протяжки. И начинаю их поднимать. Если у вас на бросовой нити полотно, значит, ничего страшного. Начинайте. Вот точно так же. Делайте все то же самое. Только у вас еще и бросовая нитка с грузиками. Грузики можно снять. Потому что все равно, когда поднимем полотно, мы срезаем на бросовую нитку и делаем стяжку пополам. Потому что наше полотно сейчас ровно в два раза больше, чем нам надо. Делайте подъем всех петель и срезаем на катушку и на бросовую нитку будем вязать основное полотно дальше. Очень сильная стяжка снизу и очень рыхло наверху. Именно то, что нам нужно для носочка. Катушечная нитка контрастная. На вспомогательную снимаем и надеваем на иглы. Машинки в два раза меньше количества. Надеваем на иголки. Если у вас резинка не один к одному, а немножко другого какого-то формата. Два к одному, три к одному. Так тоже можно. Обратите внимание, что у вас при таком случае она будет загибаться, иметь загиб в какую-то сторону. Вот ту сторону, куда загибается резинка, надеваете на лицо. Потому что ворот должен загибаться. Вот так вот он будет у нас идти. Загибается. Чтобы он загибался в нужную нам сторону. Если у вас лицом будет не изнанка. У меня лицом является изнанка. Поэтому я просто надеваю полотно на иголки так, чтобы загибалось сюда, на эту сторону. По две петли на каждую иглу. Получается такая очень хорошая стяжка. И нашему воротничку просто ничего не останется, как иметь такой пушистый вид. Можно, конечно, было делать из меховой ниточки воротничок. Но такая резинка, она тоже очень симпатично смотрится. Надеваете. И начинаем вязание 40 рядов основного полотна. То есть надели, провязали 40 рядов. Учтите, что мы тоже будем распускать петли и поднимать. Для того, чтобы у нас была плотность у резинки. Но это можно делать уже не так жестко и распределить количество этих петель уже после того, как мы провяжем. Итак, надеваю полотно на иголки и провязываю 40 рядов основной плотностью. Но прежде чем мы начнем провязывать 40 своих рядов, мы должны соединить полотно и пальто. Здесь я провязала один ряд, то есть я надела полотно. И провязала один ряд, чтобы у меня на каждой иголке была одна петля, а не две. Иначе очень толсто будет. И сейчас будем надевать пальтишко. Учтите, такой момент у нас... Но с другой стороны, если вы хотите на носочке, на верхней части, иметь лицевые петли, вы вот там, в этом месте, после пятки переворачиваете полотно. Если вас устраивает изнанка, вот как у меня изнанкой будет все связано, оставляйте как есть. У меня есть резинка, у меня есть пальто. Поскольку вязание уходит вниз, пальто вот так вот будет являться продолжением резинки. Вот как бы, если перевернуть, резинка под ним пальто. Значит, оно встанет вот таким вот образом. Да? Здесь лицо и здесь лицо. У меня лицом являются изнаночные петли на основном носке. Поэтому вот таким вот образом оно будет у меня находиться. Значит, для того, чтобы оно поехало вот так вот, я должна надеть его на полотно. Изнанка к себе. У меня есть открытые петли, у меня количество петель здесь. Здесь на пальтишке у меня петель меньше. Ну, и не надо. Значит, надевайте через одну. Самое главное их соединить. Поэтому сейчас беру и соединяю полотно на машинке. И после этого уже вяжу свои тип 40 рядов. Так, вспомогательные нитки остаются. Вот как они остаются. Пусть тебе. Неравномерная посадка идет, потому что петель меньше, чем надо. Где-то больше, где-то меньше. Вот так они неравномерно у меня надеваются. И все равно мы все это воротничком прикроем. Поэтому видно ничего не будет. Видите, я просто растягиваю полотно. Вот как оно ложится, так ложится. Никаких расчетов я тут не делаю, потому что это лишнее. Надели. Все. Если вам сильно мешают, помогать на нитке, которых у меня внизу великое множество образовалось, снимите их. Если они мешают, мне не мешают, я их подтянула вниз. Всех. Они не мешают. Оставляю. Красота этой машинки в том, что можно вот так все подпихнуть. И вообще ничего не мешает. Все. Продолжаю вязать. Вот теперь точно провязываю высоту полотна до пяточки. Там 40 рядов у меня идет до начала пятки. 40 рядов у меня начинаю вязать пятку. Поэтому мне сейчас нужно провязать 40 рядов и сделать подъем петель по изнанке, потому что именно лицевые петли, лицевые ряды дают плотность носку. Она не дает скукоживаться, сворачиваться, куда-то складываться. Поэтому обязательно придется на нижней части, вот здесь, где мы с вами вяжем, делать подъем петель резиночкой. Потом 40 рядов и поднимаем резиночку. Нам на сколько сил у вас хватит? Через одну петлю, конечно, много, но петли через три мы резинку поднимем. 40 рядов и поднимаем лицевые петли. Провязали, распустили каждую четвертую иголку, то есть через три иглы распустила дорожку и подняла лицевыми. Получилась вот такая стяжечка. То есть это именно то, что мне нужно, уплотнение. Уплотненные такие ребра, ребра плотности и стяжка по ноге. И теперь берем розовенькую ниточку и начинаем ввязывать основную полотну, нижнюю часть. Почему здесь белая? Почему не розовая? Розовая все-таки такой цвет, близкий к ноге. И чтобы не просвечивало розовое полотно через голубую ткань. Только ради этого провязали беленьким. И сейчас начинаем ввязывание пятки и следа. Поскольку у нас носок нестандартный, по верхней части он стоит косичка, у нас вот бока, это и есть верхушка носка. Значит, пятка, это его серединка. То есть обычно носок вяжут пятку сбоку, мы вяжем пятку в середине. Итак, у меня есть количество петель. Я делю его пополам. У меня количество петель 46. Не 45 я сделала, а 46. Делю на 2, чтобы симметрично было, чтобы было ровно. 46 делю на 2, 23. Ну, 23 на 2 не делится, возьму 22. И теперь 11 с одной стороны, 11 с другой стороны. Это и есть моя пятка. Вот она. На вот этих центральных иглах, то есть делю на 4 части, четверть здесь, четверть здесь, две четверти посередине. Будем вывязывать обычную традиционную пяточку, рабочим цветом. Вот это узел на клубке. Так. Вывязываем стандартно, до 1 треть, то есть по правилу пятки. Делаем убавки до тех пор, пока на иглах не останется 1 треть петель пятки. То есть если у меня здесь 22 до 7 игл. Вот 7 игл. 7, 8, 7. Вот так вот, потому что 22 на 3 ровно не делится. 7, 8, 7. Начинаю вязать. Иглы вокруг пятки в переднее положение. Рычаги частичного вязания включить. И вяжем. Так, у меня каретка с другой стороны. Лички не проверила. Провязали. Считать количество рядов будем, когда пятку закончим. Потому что сейчас мне не важно, сколько рядов я провяжу. Мне важно, это будет, когда я буду вязать вторую часть, ответную. Потому что это пойдет уже след. И вот вторая часть пятки пойдет в расчет следа. Поэтому сейчас мне все равно. Я начинаю выводить по одной игле. И заодно и связать не забуду. Обвиваю иголочки. Обвиваю иголочки. Пока у меня в серединке не останется 8 игл. Треть пятки. Вот они, 8 игл. 4, 4. Все. Я провязала верхнюю часть пяточки. Сейчас я начинаю вводить иглы в работу. Но при этом уже начинаю считать ряды. Потому что то, что я сейчас начну вязать, пойдет в расчет следа. И точно так же. Хватает у вас провязывать машинку в 2 обвива. Делайте 2. Не провязывать можете не обвивать второй раз иголки. Если у вас машинка с нитеводом и обвива, вам делать неудобно. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Девять. Десять. Двенадцать. Двенадцать. Тринадцать. И сейчас будет четырнадцать. Но я могу просто отвести в сторону нитку. Потому что этой ниткой я начну вязать уже полотно. Четырнадцатый. Последний ряд пяточки. Я довязываю до края полотна. И этим ввожу нитку в сторону. Теперь буду вязать единое полотно. Четырнадцать рядов у меня ушло на пятку. То есть, поскольку общее количество следа семьдесят восемь рядов. Из них семьдесят восемь минус четырнадцать пятки и минус четырнадцать носочка пятьдесят. То есть, четырнадцать ушло сюда, а четырнадцать идет на носок. Значит, я должна провязать пятьдесят рядов. Это мой след. Значит, сейчас беру и просто гладью вяжу пятьдесят рядов. После того, как провяжу пятьдесят рядов, я сделаю дорожки. Опять же, вот такие вот. Для того, чтобы украсить немножко полотно. Слишком уж простенько получается. И учтите, что поднимать я буду жемчужкой. То есть, через петлю я вам покажу. Поэтому можно провязать чуть-чуть больше. Потому что жемчужная резинка, она все-таки дает стяжку. Значит, вяжу пятьдесят два, пятьдесят три ряда. Гладью на всех-всех иголках. Опять не проверила язычки. Значит, могут слететь петли. Стягиваю два полотна. Это первый ряд. И поехали. Второй. Третий. И еще пятьдесят. Провязали. Теперь нам остается только поднять жемчужную резинку, чтобы немножко оживить наш носочек. Уж очень он будет просто смотреться без этого. Итак, у меня середина занята. Середина у меня... Это след. Его украшать никак не надо. Он все равно снизу закрыт. Мне украсить надо бачки. Вот то, что мне пойдет наверх. Значит, на середине, там, где у меня была пятка, вот эти вот двадцать игол, вообще не трогаю. Ну, вот самые краешки, может быть, тоже. Не обязательно, но можно и вот так вот. Половина, половина. И на вот этих иголках крайних, с одной и с другой стороны, я буду поднимать жемчужную резинку. Как часто. Вот, смотрите. Если поднимать прямо с краю, ну, во-первых, это тяжело поднимать, и потом, когда я буду сшивать, это будет заметно. Поэтому, например, вот раз, два, три. Вот три резиночки с этой стороны и то же самое. Раз, два, три. Пускай будет так. Шесть резиночек этого, в общем-то, достаточно. Учитывая, что крайние пойдут сшиваться, в общем-то, все очень даже хорошо и нормально получается. Итак, беру. Вот, отметила. Можно чаще, можно реже, можно вообще не делать. Это как на ваше усмотрение. Как вы хотите видеть ваш носочек, насколько у вас хватает сил. Потому что время это все-таки занимает какой-то, ну, большой достаточно. Итак, будем распускать крайнюю дорожку. Ставлю в переднее положение иголки, которые у меня находятся с обеих сторон. И аккуратно распускаю весь петельный столбик. Ну, не так много тут надо усилий. На самом деле. Учитывая, что носки такие, не каждый день мы вяжем, можно немножко постараться. Это все-таки такой сильно, слишком подарочный вариант. Распускаю до белого. Белая петля, надеваю ее и начинаю поднимать жемчужку. Через две, через петлю пропускаю петлю-ловитель и протягиваю петельку. Через петлю пропускаю петлю-ловитель, у меня, видите, две петли, подхватываю ее и поднимаю. То есть дело идет в два раза быстрее, чем обычная резинка, потому что я беру через протяжку, не каждую, а через одну. Все очень быстро идет и более рельефно смотрится. Но и стяжка происходит гораздо более серьезно. Поэтому я и говорила, что нужно провязать чуть-чуть побольше. У него получается вот раз, два, три и уже мы столько уже подняли. Вот такая красота у нас получается. И вот так, распуская через все выбранные петельные столбики, поднимая через петлю, вы оформляете наш носочек. То, что у вас получается сверху, можете попасть в петлю, можете не попасть. Сейчас покажу, о чем речь. Здесь я не попала. Видите, у меня остается одна петелька, одна протяжка, ну и ладно, пускай будет одна. Надеваю ее и распускаю следующий петельный столбик. Распускаю и начинаю поднимать точно так же. До белого. Две протяжки подхватываю и провязываю. Две протяжки подхватываю и провязываю. Очень быстро и красиво. Резинку так поднимать, может быть, не стоит, просто потому, что она держаться не будет. Такие резинки, они хорошо держат только на двух фонтурах. На одной фонтуре, видите, растягивается. Но выглядит гораздо симпатичнее и рельефнее. Поднимаем все дорожки. Сделали. И на центральных же иголках вяжем еще одну пяточку. Вот то же самое, что мы делали. У нас будет вот такой же носочек. Вот он. Его и вяжем. То есть, можно перегнать нитку. Так. Снегла в переднее положение, кроме 21 по центру. И иголок, которые у меня идут с краю. Для того, чтобы просто перевести нитку на середину. Ставим вперед и вывязываем пяточку. Абсолютно аналогично. Выдвигаем игла до 8. Петель. Потом ставим обратно. Делайте пяточку абсолютно аналогично тому, что мы вязали внизу. Провязали. Вот она. Та же самая пяточка, только это уже верхушка нашего носка. Теперь снимаем на вспомогательной нитке краешки. Вот нитка как была в серединке, пусть остается. Этой же ниткой мы сейчас и закроем наши петли. Итак, снимаю на вспомогательную. Контрастную для этого всех, кроме 11. Еще раз смотрю, у меня 23 и 23. Ну, половина здесь и две четвертинки по краям. Значит, раз, два, три, четыре, пять. На одну больше, ну, значит, две иголочки на одну, две петли на одну иглу положим. На носочки это можно. Несколько рядов, закрывать ничего не нужно, потому что мы прямо сейчас будем пользоваться этими петлями. И прямо сейчас давайте, вот никуда не отходя, их и наденем на иголки. Вот они, иголки. Надеваем, подвинули, петля центральная и надеваете. Просто развернули, как развернулось, и надеваете эти же петли на иглы. Самый удобный способ, чтобы вообще не запутаться. Самое главное, вот серединку не забудьте. Так, здесь у нас. И остается. Раз, два, три. А вот и ошибочка вышла, поэтому, смотрите, как хорошо, что мы не снимаем. Так, смотрите, здесь у меня. Остается две петли, их тоже на одну. Все. С этой стороны закончили. Могу убрать помогательную, могу убрать катушечную. Все, все наделись. Петли, никого не забыли. Так, единственное, что, да, я сделала ошибку. Ошибку допустила. Хочу уберечь вас от этой ошибки. Я закрыла внизу рабочую нитку. Обрадовалась, что все получается, и закрыла нитку. Так, поэтому сейчас мы ее достанем. Так, осталось вот две петли. Внимательнее с этим вопросом. Рабочая нитка должна остаться снаружи. Освобождаем. И надеваем. Обратно. Закрыли. И теперь то же самое делаем с другой стороны. На, эти все вперед. На катушке. И вспомогательная. Разворачиваем, надеваем. Удобно делать сразу, не по очереди. Не оставляя на поток. Главное, не обливайте рабочей иглой. Это мне уже не нужно. Разворачиваем. Засаливаем. Сюда загибаем. И каждая петля садится на свою иглойку. И тут еще и в две. Просчиталось-то, просчиталось. С одной стороны просчиталось и с другой. Но на то у нас и вспомогательная нитка, которая дает нам возможность не то, что ошибиться, а не задумываться над этим. Потому что начинаем мы с центра. И расходимся в стороны. Все. Рабочая нитка есть. Пяточка есть. Все петли на месте. Если мы будем такую конструкцию сшивать вручную, как это делается в традиционных носках, велика. Ну, очень велика вероятность ошибиться просто, потому что у нас нет краев. Когда мы делаем традиционный носок, у нас есть край, с которого мы начинаем. И вот как выйдем, так и выйдем. Как правило, выходим очень хорошо, потому что петли делись пополам. Здесь нет этого края. Здесь нет четких границ. Если вы начнете, нужно высчитать, неточки поставить, снять, отпарить. Но, мне кажется, такой способ гораздо более прост. и ничуть не менее эффективен, эффективен, потому что у нас и так кругом косички. И более того, мы делаем сшивание по лицевой стороне, которая на нашем случае является изнанкой. То есть, у нас шовчик уходит в изнанку. Поэтому, совершенно спокойно закрываю косичкой. я лишаю себя очень больших проблем при таком способе. Ой-ой-ой. Так. Так. Собственно, носочек связан. Теперь задача вот такая вот будет. Даже симпатично. Задача его примерить, посмотреть, как это все сидит на ноге, снять все вспомогательные нитки, если у вас все нормально получается, все получилось по размеру. Сейчас будем соединять наш носочек, сшивать его, выполнять косичку. И, собственно, нам осталось только соединить шов косичкой. Можно вязать второй носочек и дарить. Но пока помню рекомендация. Когда вы выполняете такие вот сложные вещи, делайте обе детали последовательно. То есть связали одну часть, которую снимаете с полотна, с машинки, берите и вяжите точно такую же вторую часть, пока вы помните, как вы это делали. Потому что если вы свяжете один носок, потом через два дня вы будете вязать второй, вы все забудете. Вяжите детали попарно. Связали одну деталь, вяжите сразу вторую. Тогда у вас точно все будет симметрично, одинаково и очень дорого. Если все в порядке, сняли вспомогательные нитки, все убрали, начинаем с шивами. У меня пальтишко хиненькое, длиннее, чем белая часть. Она заходит на розовую. Так и должно быть, мы так и рассчитали с вами. И соединять косой я буду пальто. Сам носок не буду. Если хотите, можете с самого края взять и соединить все вот этой косичкой. Можете так не делать, это у меня я соединила белые краешки, посмотрела пальто, да, вот как мы рассчитывали, на пару сантиметров заходит на белую часть, да, на розовую часть. Поэтому вот там, где оно заходит, я его соединяю с белой частью. То же самое делаю с другой стороны. Главное симметрично. Раз, два, вот вот она убираю булавку и что у меня получается я начинаю соединять косичкой белое пальто только до булавок. дохожу до булавок там где у меня идет начинается белая часть. И эту белую часть одновременно с пальто я надеваю на машинку. То есть я вот это все не оставлю в таком виде. Я их соединю, чтобы у меня плотно было здесь все. То есть пальто будет закреплено с этой стороны оно будет болтаться как хочет достаточно широко все до а здесь все будет закреплено единой косичкой. Можно конечно так не делать сшить отдельно палькишко отдельно носочек но мне кажется гораздо проще все это с единым полотном собрать. Собираем мы все это до воротничка который у нас вот так вот отлично просто ляжет и будет спокойно лежать как пальто. Можно будет его прихватить под косу если вы хотите можно оставить просто воротничком вот таким вот чтобы он представлял себе именно вратник вот так вот все это надо будет подпарить растянуть естественно потому что ворот должен быть очень широкий резинка сделала стяжку а сейчас берем наше полотно вот ставим их краешек к краешку и надеваем на иглы косу будем делать не широкую на 4 петли 4 или 3 как удобно на самом деле может быть такую толстенькую косичку еще интереснее будет так берем 3 и 3 3 с одной петли 3 с другой стороны развернули так чтобы у нас лицо шло внутрь вот изнанка к себе и надеваете края край к краюшку сложили 3 петли с одной стороны главное симметрично вот здесь симметрия важна я надеваю все белое полотно и на серединку сейчас косичку прихвачу чтобы было ровно все и начинаю провязывать количество рядов должно быть около или в два раза больше чем количество петель то есть если у меня 6 петель то косичка то количество рядов минимум 10 учитывая что открытых петель здесь на вязание нет если вам что-то не понравится распускайте делайте заново провязали и дальше видите вот здесь я буду доходить до белого но пока не дошла значит раз два и в принципе вот вот она до самой кончики надевайте вот она уже белая часть значит я могу на третьей петле прихватить белое полотно иду иду сюда надеваю резинка ну ну и не надо буду ориентироваться на вторую часть раз два петля три петля здесь чуть-чуть остается и белый краешек те же десять каком полотне вот она пошла косичка начинается снизу вот так вот уголок и пошло соединяться самое главное не теряться в петлях для того чтобы не теряться у нас есть ориентир петли вот они задняя часть вот эта вот красивая она очень тяжело идет как ориентир с ней тяжело ее где там петли где там ряды поэтому спокойненько прикалываем одну часть спокойненько прикалываем вторую вылетела сейчас ее найду и делаем сборку по белым петлям не по вот это можно убрать внутри она не мешает носок вот вообще не будет ничего мешать аккуратно сложили эту часть и теперь ориентируемся на белые петли где у нас 1 2 3 1 2 3 1 2 3 значит вот так 1 2 1 2 2 3 так я иду с этой стороны где у нас здесь 3 петли сбоку прихватываю прихватываю одновременно и белую и синюю 1 2 2 1 2 за самый кончик соединения касается 3 10 рядов задача сложить их лицом к лицу край к краю и провязывать по несколько рядов одновременно вот оно наше соединение пальто вот она пошла уже косичка нам видно вот основная часть наш носок и вот идет соединение косы оно немножко будет отходить именно для того чтобы украшение такое было и теперь мы совершенно спокойно вот вот так вот выглядит наш носок вот он я его сложила лицом к лицу по лицевой же стороне мы сшиваем но разворачиваем так чтобы у нас изнанка была перед нашим лицом фокус только в этом по петлям потому что это наша задача не уехать никуда в сторону периодически сверяйте сколько у вас петель сколько сантиметров вы проехали сколько иначе можно сильно деформировать наш носок потому что где-то провязали больше где-то меньше вот белая слетела сейчас мы прихватим можно меточки поставить периодически ставите метки и тогда вообще проблем не будет доходите до меточки и знаете что у вас есть ориентир вы точно здесь и здесь дошли до одного размера до одной длины три косички два на два то что я сначала хотела было бы поменьше коса была бы поменьше выбирайте тот размер который вам нужен хотите меньше хотите больше вот как вам удобно и до конца до воротничка вы выполняете такое вот нехитрое но очень эффектное соединение заканчиваем косичку просто надеваем последний ряд вот видите у меня синий уже закончился я надела краешки белых белого воротничка и закрываю то есть после того как вы уже провязали провязывать не надо потому что нет не с чем будет соединять просто закрываете хвостики либо когда вы дошли до краешка вы уже не провязываете эти 10 рядов а просто закрываете петлю и у вас косичка сама отлично вяжется сейчас посмотрим что мы с вами связали вот оно соединение и вот так вот она ложится на краешек и еще и отлично выполняет роль видите вот с краешку она еще украшает вот наш воротничок в таком виде улегся пальтишко сшито воротничок сшит носочек сшит не с самого начала вот тут вот берем розовенькое выворачиваем наизнанку и сшиваем косичкой иголкой как угодно у нас рядом находятся две достаточно ажурные полосы они все прикроют шва будет не видно поэтому выворачиваю наизнанку беру розовую ниточку складываю два полотна и за петельный столбик либо за протяжку сшиваю смотрите как у вас лучше получается лучше за петельный столбик потому что носок у нас в натяжку и протяжку может просто растягивать поэтому берем обязательно булавки и скалываем по длине в нескольких местах мы просто фиксируем носки чтобы не перекосить вот сколько они одной длины носочек отлично сам складывается нитки у меня здесь в ближайшем окружении розовой нету нету потому что она шла из пятки все значит я беру розовую нитку здесь у меня тоже нитка в край выводится у середины нет беру ниточку и начинаю сшивать носочек можно на машинке можно руками как удобно берем первую протяжку с краю не протяжку простите петельный столбик уж если взяли петельный столбик то только за петельный столбик и сшиваете вытащили и проверяя каждый раз что у вас петельный столбик зашиваете руками на машинке еще раз иголкой вот как вам нравится самое главное ровненько и за полный петельный столбик его отлично видно когда вы складываете рядышком полотно петельные столбики просто рядышком ложатся и их очень хорошо видно у нас получается ровный ровный шов и достаточно плотный тугой носок не будет разъезжаться в сторону все сшиваете до конца и смотрим что у нас получается зашиваем вот что у нас получается убираем ниточки носок весь соединен сложим шов у него только сверху по всей длине поэтому носок правый левый не важно универсальный носок и осталось его только немножко подпарить можно носить или дарить